Что вы представляете себе о жизни в Канаде, да и жизни на Земле в целом? О жизни, где бы вы ни жили? Я позаимствую пример Фрэнсиса Чена. Эта часть веревки, помеченная красным. Она представляет вашу жизнь на Земле. Итак, посмотрим, а вот это представляет жизнь вечную. Она продолжается. Так-то в книге «Бесконечная игра» говорится об ограниченных играх и бесконечных играх. Ограниченная игра имеет определенное начало и конец. Есть четкие правила, по которым в нее играют, и в конце игры вы узнаете результат. Вы знаете, кто победил. Это такие игры, как футбол, хоккей, баскетбол. Но жизнь — это не ограниченная игра, а путешествие. Это главная, бесконечная игра. У нее нет ограничений по времени и нет конца. Иногда мы играем жизнь так, словно это ограниченная игра. Мы пытаемся получить от этой жизни все. Мы пытаемся достичь как можно большего, пережить как можно больше до ухода на пенсию. Мы живем так, словно 60, 70, 80 лет на Земле — это все, что нас ждет. Когда мы молоды, то пытаемся принимать верные решения, ставить галочки в нужных местах, чтобы наша жизнь была как можно ближе к совершенству, ну или хотя бы лучше, чем у окружающих. Остановясь старше, мы делаем все, чтобы в последней части красной зоны мы были здоровы, богаты и свободны. Мы часто живем для того, чтобы получить максимум от этой ограниченной части жизни. Посмотрите, как Давид, автор 15-го псалма, подходит к жизни. «Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю». Я сказал Господу, «Ты, Господь мой, благо мои тебе не нужны». Он начинает с молитвы. 15-й псалм, скорее всего, был написан во время кризиса. Давид выражает свою уверенность в Боге. «Боже, я прошу, чтобы ты сохранил мою жизнь. Ты — мое единственное убежище, моя единственная защита». В 16-м псалме Давид возносит похожую молитву. «Яви дзивную милость твою, спаситель уповающих на тебя, от противящихся деснице твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Нам, естественно, защищать зрачок. Давид говорит, «Боже, храни меня так, как человек защищает зеницу ока». Это метафора, которая говорит о самых ценных вещах. Давид говорит, «Боже, покажи мне свою приязнь, свою любовь». Во втором стихе Давид пишет, «Я сказал Господу». «Господу написано с большой буквы». Так переводчик показывает, что это слово означает имя Бога, Яхве. Мы видим его снова в пятом, седьмом и восьмом стихах. Откровение Божьего имени — это не данность, а дар, потому что оно открывает его суть, его характер. А что означает слово Яхве? Корень этого слова означает «Я есмь», «Яхве». Он определяет значение существования. Он всегда был, есть и будет. У него нет начала или конца. Все, что не является им, зависит от него. Все творение. Каждое живое существо и каждый человек, он определяет, что значит быть истинным, благим и прекрасным. Его имя Яхве означает все это и даже больше. Во втором стихе Давид говорит, «Я сказал Господу, ты Господь мой». Стоит отметить, что в английском переводе во второй раз слово «Господь» написано с маленькой буквы. Давид говорит, «Яхве, ты мой Адонай». Адонай означает «Господин, правитель, суверен». Давид говорит, «Боже, ты мой Господин, я твой слуга». Он заканчивает второй стих смелым заявлением. «Яхве, благо мои тебе не нужны. Ты причина моего существования. Я полностью полагаюсь на тебя. Я не могу процветать без твоей благосклонности». «В моей короткой жизни нет ничего хорошего без тебя. Я отчаянно нуждаюсь в тебе в этот период, отмеченный красным». «Открыто и без стыда» Давид провозглашает, «Бог мой Господин». Это сильные слова. Затем Давид открыто говорит о тех, с кем хочет быть, находясь на земле. 3 стих 15 главы «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним, все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлю кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими». Давид наслаждается временем со святыми. «Но кто они?» «Святые — это люди, которые говорят, «Бог, мое убежище, мой Господин». Эти люди идут одним путем. Они открыто принимают привилегию быть членом Божьей семьи. Зенится его око. Они знают, что Бог истинен, благ и чудесен, и хотят быть такими, как Он. Они наслаждаются Богом и Его Словом». Мы слышали это в послании пастора Броди по первому псалму. Они не относились к Богу как данности. Во время этой пандемии я бы хотел призывать всех нас ценить отношения с людьми, которые проходят путь познания Бога и хотят стать такими, как Он. Такая дружба бесценна. Не только в это время, но и в любое время вообще. Когда мы играем в бесконечную игру, то должны обращать внимание на тех, кто идет рядом. Бог не создал нас, чтобы мы ходили одни. Нам нужны другие люди. Если вы не участвуете в группе «Наставничество», то вам стоит найти ее. Связаться с тем, кто уже в ней, со служением, наставничеством. Нажмите на кнопку «Связаться». Итак, в четвертом стихе Давид скорбит о пути тех, кто относится к Богу как к данности. Они говорят, что доверяют Яхве, но они также активно ищут помощи у других богов. Они хотят усидеть на двух стульях сразу. Они хотят двойную защиту во времена кризиса. Их вера податливая. Да, Яхве мой, Данай. Но у меня также есть и запасные варианты. Давид знает, что их тревога и неуверенность будут лишь расти. Представьте себе, что вы живете в древнем мире. Вы вроде доверяете Богу, но также доверяете и другим богам. Какому богу мне молиться? Я вообще к правильному богу обратился. Я выполнил нужный ритуал. Идолопоклонство не может идти в паре с уверенностью в Господе. Господине, который держит все в своих руках. Представьте жизнь в современном мире. Вы вроде доверяете Богу, но также доверяете другим вещам и людям, которых идеализировали. Большинство из нас слишком продвинуты, чтобы делать образы других богов из дерева и камня. Для нас идол — это то, что определяет или контролирует наше благосостояние. Мы можем создать идола из чего угодно. Деньги, семья, друзья, здоровье, правительство, игра, спортивная команда и худший из идолов — эго. Я сам решаю свою судьбу. Я сделал себя богатым. Я создал свою личность. Только я и я. Когда мир проходит потрясение, эмоции показывают, на что мы полагаемся. Если мы отчаиваемся из-за потери чего-то, что мы желали, отдаления со стороны людей, которые нам не безразличны, нестабильности в государстве, то это говорит, что мы превратили эти вещи и этих людей в идолов. Если мы идеализируем себя, то должны осознавать, что ограничены в вопросах мудрости и власти. Поклонение себе — это главный двигатель тревоги. Давид говорит, тот, кто бежит к другим богам, не имеет конца проблемы. Давид отказывается участвовать в идолопоклонстве. Он настолько ненавидит это, что даже не упоминает имена других богов. Он открыто провозглашает «Бог для меня все». После выражения своего негодования по поводу идолопоклонства, Давид открыто провозглашает имя Бога, которого он не просто чтит устами, но и всем сердцем. «Яхве! Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятны для меня». Слова «часть» и слова «чаша» — оба они говорят о Божьем обеспечении. Бог является насущным хлебом для Давида, то есть всем, что ему нужно в это время, отмеченное красным. Иисус говорит похожие слова о себе в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 35 стихе. «Я, есмь, хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать никогда». «У Иисуса есть все необходимое для нашей жизни». В 5 и 6 стихе мы видим снова слова «часть», «жребий», «межи», «наследие». Все это связано с разделением земли на участки, после завоевания земли обетованной. «Когда Израиль вошел в Ханаан, то землю разделили между коленами, кланами и семьями». Вы можете прочитать об этом в книге «Чисел» и книге Иисуса Новина. Но обратите внимание вот на что. Нечто удивительное случилось с коленом Левия. Они не получили землю, как другие колена. Им дали города-убежище, а их настоящим наследием был сам Бог. «Я, Хве, обещал им быть их уделом». Господь сказал Аарону слова, записанные в числах 18 главе 20 стихе. «И сказал Господь Аарону, «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых». Если бы мы могли выбрать хороший участок для жизни на земле или близкие отношения с Богом сейчас и навеки, то, что бы мы выбрали? Если мы выбрали что-то другое вместо Бога, то для чего, скажите? Что мы больше всего ценим сейчас? Наши дома, имущество, отношения, детей, финансовое наследие от родителей. Давид говорит о чем-то большем, чем земля в Ханаане. Обетованная земля для него — это метафора отношений с Богом. Отношения с Богом важнее всего для него. Яхве достоин. Интерес, внимание и посвящение. Давид открыто провозглашает свой выбор. Бог — Яхве, мое избранное наследие. Он пишет, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Он получил лучшее наследие — отношения с самим Богом. Он играет в бесконечную игру. Он знает, где найти настоящую реализацию. На День Отца у меня был хороший долгий разговор с моим отцом, которому почти 93 года. Мы поразмышляли над его переживаниями как отца. Четверо сыновей, четыре невестки, 14 внуков и уже 17 правнуков. Мой отец был наполнен благодарностью. Он признал, что совершил некоторые ошибки на пути, на что я ответил, «Пап, мы никогда не бываем всегда правы. Мы всегда движемся в направлении». На что он сказал, «Да, все это по Божьей благодати и милости, а не моей». Мой отец любит читать. Я люблю разговаривать с ним, потому что он пересказывает истории книг, которые прочитал. Во время сезона пандемии его переживание было ограничено. Когда я в последний раз спрашивал, что он читал, то он с улыбкой сказал «Отличную книгу, Библия». Он выбрал свое наследие. «Если мы следуем за Иисусом, то Бог — наше наследие». Павел пишет нам в послании Ефесиным. «В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Это записано в послании Ефесиным, первой главе. Нас, учеников Иисуса, обеспечивает Бог. Иисус — наш Спаситель, Господь и Пастырь. Дух Святой — наш Советник и Учитель. Дух Святой — это гарантия вечной жизни с Богом. Мы подробнее поговорим об этом через минуту. А сейчас я хочу, чтобы вы запомнили, что величайшее наследие в этой жизни — это близкие отношения с самим Богом. Это основание всего. В пятом и шестом стихе мы видим, что величайшей радостью для Давида были не Божьи дары и благословения, но сам Бог. А с седьмого по одиннадцатый стих Давид рассказывает о дарах Бога в качестве наследия. Он говорит, «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред Собою Господа, ибо Он одеснуя меня, не поколеблюсь». Давид прославляет Бога и даже благословляет Его. Бог не нуждается в чем-то, но Давид так сильно любит Бога, что желает дать что-то взамен. Он благодарен Богу за Его дары. Первый дар — Божий совет днем и ночью. Днем Он может быть мудр. Бог даже наставляет Его сердце ночью. В других переводах говорится о темной ночи или о темных временах. Дух Божий наставляет Его и научает Его каждое мгновение. Бодрствует Он или спит. Так как Бог постоянно наставляет Его, Давид не поколеблется. У Него есть крепкое основание. Божие присутствие в жизни успокаивает Его, дает Ему уверенность. Я несколько раз рассказывал историю Пикея. Это мой друг, который работает в зоне с ограниченным доступом в Юго-Восточной Азии. Во время недавнего звонка он рассказал о том, чем занимался во время пандемии. Он сказал, мы ездим во все села и становимся на улицах. Мы рассказываем людям, что несмотря ни на что, Бог все равно любит вас. Затем он сказал, как и весь мир, мы сейчас переживаем трудные времена. Во-первых, есть проблемы с экономикой и работой. Кроме того, племенам в удаленных селениях не хватает еды и воды. В придачу к этому существует гонение на верующих. И еще в придачу к этому вирус... Вот так он и сказал. Пикей видит нужды и страхи окружающих. Он показывает им непоколебимую веру и рис. Откуда у него такая уверенность? Вы знаете это? Пикей знает, что такое трудность. Его много раз сажали в тюрьму за веру, но он переживал радость от Божьего прикосновения в тюрьмах, в лагерях для беженцев, а также среди среднего класса в Америке. Он не поколеблется... Давида также не могли поколебать непредвиденные условия, потому что он смотрел на Господа. Он делал это сознательно. Он фокусировал свой взгляд на Боге. Господь Яхве был его путеводителем. Он читал его слова. Он размышлял над ним. И так как он смотрел на Господа, он понимал, что Бог был рядом с ним, укрепляя его. Дон Маклауд, наш управляющий, зафиксировал эту веревку для меня. Эта веревка свята из трех прядей. Для моряков она всегда была лучшей. Двух прядей не хватает? Ну и что? Когда пряди четыре, то не все пряди касаются друг друга. Четыре пряди не так крепки, как три. Как ни странно. У нас, у последователей Иисуса, есть Отец, Сын и Дух Святой. Они с нами. Эта прочнейшая веревка держит нас в это время, отмеченная красным, и в вечности. Так что, каждая часть важна. Каждая часть этой веревки, которая у меня в руках. Мы можем открыто провозгласить вместе с Давидом «Бог моя сила». Обычно для поддержания растений и цветов используется подпорка. Она позволяет растению подняться с земли и вырасти, чтобы принести больше плода. Моя жена использует такие подпорки для гороха. Бобы, арбузы и огурцы могут принести лучшие плоды, если будут расти с подпоркой. Некоторые овощи достигают определенной высоты и перестают расти, если у них не будет этой подпорки. Без нее их плоды становятся легкой добычей для слизняков. Моя жена всегда ставит вот такую железную облегченную подпорку. Подпорки помогают предотвратить заболевания. Я советую вам найти подпорку в своей жизни. А что я вообще имею в виду? Чтобы мы были здоровее и сильнее духовно приносили больше плодов, нам нужна подпорка, каркас, который будет поддерживать наш рост и направлять его. Нам нужен план, чтобы Бог был перед нами, в центре всего, что мы только делаем. Мало у кого из нас есть план духовного развития. Мы отвлекаемся, уходим в сторону и даже пытаемся жить благодаря духовности других. Большинство из нас живут на автопилоте. Мы просто пытаемся пережить красный сезон нашей жизни. Нами управляет расписание и бесконечные списки, переизбыток информации, тревоги. Мы не принимаем Божьего совета. А подпорка это метафора того, как нам упорядочить нашей жизни так, чтобы сконцентрироваться на нашем наследии, на Боге. Когда мы помним о своем вхождении с Иисусом, мы уделяем время поклонения. Мы можем использовать YouTube или Spotify, чтобы посмотреть служение поклонения. Мы ежедневно уделяем время чтению и размышлению над Словом Божьим. Оно должно проникнуться в наши мысли и насытить наши эмоции. Мы посвящаем отдельный день, чтобы сконцентрироваться на Боге. Мы даже можем использовать часть нашего отдыха, чтобы помолиться и сфокусироваться на Боге. Мы должны строить отношения с другими, чтобы оставаться на таком каркасе. Да поможет всем нам Бог. С 9 по 11 стих Давид продолжает перечислять дары Божьи, дары Божьего наследия, которые мы должны получить. Вот хорошая книга, которая поможет вам разобраться с этим. Она называется «Бог во всем». Ее написал Кен Шигаматсу, старший пастор церкви Кенс. Обязательно прочитайте ее. Ну что ж, а в 9 стихе Псалма мы читаем «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть стление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Несколько слов требуют объяснения. «Ад» или «Шеол». Так называется место, куда попадают неверные. Это место, где находятся люди, которые отвернулись от Бога. Это место полной изоляции и отделения от Бога навеки. Оттуда невозможно вернуться. Это полное и постоянное отделение от Бога и тех, кто любит его. Это ад. Эти стихи начинаются со слов оттого. Давид исполнен уверенностью и радостью, потому что Бог его убежище. Он его господин, обеспечитель, советник, все. Его величайшее наследие, его главное сокровище. Он сделал Бога основанием своей жизни. И он не разочаровался. Бог шел перед ним, стоял перед ним. Вот почему сердце Давида наполнено. Бог открыл ему путь жизни. Его тело и душа не будут оставлены для страданий в аду или для распада. Бог заботится о нем в жизни и в смерти. Он будет с Богом вечно, и его ждет бесконечная радость. Смерть это не конец, а дверь. И проходя через эти двери, он войдет в жизнь вечную. Радость, которую он переживал в этой жизни, наполнится полнотой в мире грядущем. Давид будет играть вечную игру, и он говорит, Бог моя жизнь. Во второй главе Деяний Петр применяет 15-й Псалом в отношении воскресения Иисуса во время своей проповеди. В похожей речи Павел также упоминает 15-й Псалом в 13-й главе книги Деяний. Слова Давида в 15-м Псалме пророческие говорят о жизни, смерти и воскресении Иисуса. Иисус, Сын Божий, был главным верным слугой. Он пришел на землю, отождествил Себя с нами, став человеком. Он был послушен Богу Отцу до самой смерти, и Он воскрес из мертвых. Смерть не смогла удержать Его, как говорит Петр во второй главе Деяния. Точно так же смерть не сможет удержать тех, кто отождествляет себя с Иисусом. Это люди, которые оставляют свои независимые пути, исповедуют свои грехи и обращаются к Иисусу как Спасителю и Господу. Они воскреснут. Они получат жизнь сейчас и в вечности. Это их надежда. Иисус открывает им путь жизни. Он путь, истина и жизнь. Мы должны пройти эту жизнь, этот сезон, отмеченный красным, следуя Его пути, живя согласно Его истине. И если мы будем помнить об аналогии с веревкой, и будем строить каркас для нашего духовного путешествия, поклоняясь, молясь, спитая свои сердца и умы Словом Божиим, проходя этот путь с другими, то увидим, что Бог станет нашим господином, нашим избранным наследием. Он станет нашей силой, нашим советником. Мы окажемся на пути жизни. А в какую игру мы играем? Делаем ли мы лишь свои дела, живя, словно это время, это все, что у нас есть? Или мы играем ради вот этого? Хотите ли вы отдать свое сердце Иисусу, чтобы следовать за Ним и играть ради этого, ради вечности? Если вы хотите сделать это сегодня, если вы ощущаете побуждение от Духа Святого, чтобы отдать свое сердце Иисусу, это Бог побуждает вас к этому. Примите Его, ответься Ему, помолитесь со Мною. Отче, я благодарю Тебя за то, что Ты так сильно полюбил меня. Спасибо Иисус, что пришел и стал таким, как я. Спасибо, что Ты пошел на крест и умер вместо меня. Ты взял мой грех на себя. Ты заплатил цену, которую я не мог заплатить. И сегодня, Господи, я хочу отдать свою жизнь Тебе. Я отворачиваюсь от своих путей. Я отворачиваюсь от жизни без Тебя. Я устал делать то, к чему привык. Иисус, я хочу следовать за Тобой. Иисус, я отчаянно нуждаюсь в Тебе. Я исповедуюсь в своих грехах и прошу прощения. Стань моим спасителем. Живи во мне. Пошли своего Духа Святого, чтобы Он жил во мне. Ты нужен мне, чтобы я мог следовать за Тобой. Я хочу знать Тебя. Господи, я отдаю Тебе свою жизнь и прошу, чтобы Ты учил и направлял меня во имя Иисуса.